Привет из прошлого. Помните видео про лес Победы, в котором я обмолвился о том, что роботяги рассказали мне, что у нас на поле будет строиться птицефабрика и для этого вырубается лес. Так вот, я отправил сообщение в Добродел и они мне ответили кое-что интересное. Ответили они мне следующее, что они выехали на место, где вырубалось все и выяснили следующее. Разрешение, выданное ООО Нарпромразвития на вырубку 43 деревьев, 21 береза, осина 10 штук, ель 12 штук и уничтожение травяного покрова 22 тысячи квадратных метров. Ничего себе! После завершения работ вывести срубленную древесину и порубочные остатки, сохраняемые зеленые насаждения оградить деревянными щитами до начала производства работ. Срок действия до 29 марта 2021 года. А я там был в мае. Это интересно. Я сейчас туда отправляюсь, зайду с тыла, так сказать, и посмотрю, действительно ли были огорожены деревья, которые не должны были вырубаться. Я на сто процентов уверен, что ничего там не огораживалось. И вообще давайте просто посмотрим, как это все выглядит вблизи. Пошли. Забрался в какую-то чащу, чтобы сократить путь. Вот мне какой-то в ту сторону, по идее. Просто непроходимо лезли. Ладно, где наш не пропадало. Сейчас дойдем. Зато только в чаще можно увидеть вот такую вот красоту. Закатное солнце освещает небольшую полянку. В среднем стоит пень. Фантастика. Папоротники. Шикарно. Ну и я хрен знает где. Ладно, иду. Не думаю, что кто-нибудь из моих знакомых согласился бы отправиться со мной в подобное путешествие. Только я могу вот так вот по лесу шастать, как ненормальный. Ну все, уже почти пришел. Вот это там где-то находится. Так что пойдемте со мной. Вот если честно, обалдеть. Я иду хрен знает где. То есть тут непроходимо лес, по идее. Но в каждом месте есть такая вот тропинка. Уже такая утоптанная, то есть годами, десятилетиями, я так полагаю. Все в одну и в другую сторону. Я по ней вот сейчас иду. Действительно, вот народ гуляет по этим тропинкам. Вообще не опасаясь ничего. Обалдеть. Зато действительно какой кайф. Все вот это в данный момент твое. Забавно. Зимой здесь проходит лыжная трасса. А летом все порастает борщевиком. И с этим никто ничего не делает. Кстати, тут просто огромное количество зарослей. В общем, я вот оттуда пришел. И мне как раз вот по вот этой дороге, туда налево-налево вдоль очередной вырубки, я приду к месту. Комары кусают, пипец. Но я иду. Ну вот, собственно, я и пришел к этому месту, где происходила валка леса. Слушайте, ну по площади меня как-то немного это все смущает. 43 штуки. Что-то мне в это не очень верится, как обычно. Ничего не огорожено. Вот тут порубленные сосны. Сейчас чуть поглубже зайдем. Работ никаких сейчас не производится, поэтому я могу здесь спокойно ходить. Все, мы прям в самую гущу зайдем. Тут уже вот 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Слушайте, ну мне кажется, здесь никто вообще не смотрел на то, чтобы соблюдать количество. И уж тем более, и уж тем более, никто не смотрел на то, чтобы огораживать каким-то образом деревья. Ну вот смотрите, уже здесь вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Не, ну это жесть. Это жесть. Тут явные нарушения. У меня здесь просто, вот они валили какой-то определенный участок, как-то это разметили. Тут ни хрена не 43. Это просто кобздец. И вот туда куда-то еще уходит эта часть. Вот у нас тут вырубка. И если брать во внимание то, что они должны, были обязаны деревья, которые не идут под вырубку, ограждать. Ну, ни одного ограждения по периметру я не вижу. У меня, конечно, извините, но это по-любому нарушение. Если не считать количество деревьев, которые уже вырубили. Ну, короче, была бы моя воля, я бы их по полной высушил. Потому что, ну реально, ничего не огорожено. Просто прекрасные деревья срублены. Посмотрите, сколько лет вот этой сосне. Все, нет этой сосны. И вот. Дуб многолетний. Сколько ему лет, этому дугу? Вот так вот. Уже с повреждениями. На него завалены куски срезанной сосны. И так повсюду. Так повсюду. Класть они хотели. Им скорость важна. Им главное это сделать и свалить отсюда. Денежки получите все. Все. Вот как работает у нас в России. Все. Уроды. Мягко говоря. Вот. Вот такого плана ограждения на этой территории. Никакого информационного щита. Кто здесь работает. Сколько деревьев должно быть вырублено. Что должно остаться. Какие деревья вырубаются именно. Нет такого ничего. Вот, пожалуйста, заезжай, бери. И что еще делай. Пойду на выход в ту сторону. Я насмотрелся. Просто мерзость этой. После проведения работ они должны были уничтожить порубочные остатки. Сжигать они на месте не имеют права. Потому что пожароопасно. Соответственно должны были все это вывести. Но уже извините меня. От 29 марта уже сейчас. 27 мая. Уже два месяца прошло. До сих пор здесь все. Вот так вот навалено, как вы видите. Сейчас дойду до места, где они эти дрова продают. Посмотрим, что там. Так, ну вот я отсюда пришел. Шел, шел, шел по дороге. И наткнулся на вторую часть вырубки. Точнее, если смотреть от дороги, то это первая часть вырубки. Здесь также большое количество деревьев повалено. Основная часть их уже вывезено. Вот здесь даже ствол лежит. Ну, как вы можете посчитать, это ни хрена не 43 дерева. Это явно сотня. По-любому присутствует здесь. Минимум. Ну, со всеми нарушениями. Ни одной из оставшихся деревьев не огорожено. Вот висят вот эти ленточки. Но кому эти ленточки вообще сдались, вообще непонятно. То есть вот повреждения уже есть. Вот просто на дереве повреждения. Нормально, да? Так и живем. Ладно, иду туда. Желно надрывается. Судя по всему, тут неподалеку птенцы. Сейчас посмотрим, куда он полетит. Вот представляете, какой мир они уничтожают? То есть здесь птицы уже построили гнезда, выводят птенцов. И эти утырки уничтожают деревья, в которых, возможно, как раз уже были построены гнезда. Вот на этой сосне кто-то ему откликается. Возможно, там, ну хотя бы вряд ли высаснуть дупло. Но желно прям надрывается сильно. Ну вот, вы слышали, да? Непонятно. Слушайте, ну я не понимаю логики этой вырубки. Совершенно не понимаю. То есть вот стоят деревья. Вот дерево, вот дерево, вот дерево. Вот вёлка, вот вёлка. Сосну спилить. Сосну в глубине спилить. Вокруг всё ставить. Каким образом они это всё выясняли? Как? Я не понимаю. И вот, пожалуйста, не рубят они это дерево, да? Ну вот внизу, как вы видите, сух обломленный. И у дуба поломанной в ветке просто к чёртовой матери. То есть по максимуму изуродовали хорошее дерево, которое они не будут рубить. Вот. Я всегда знал, что они гнилые люди, вот те, которые вот этим занимаются. К сожалению, тут дело решает деньги. Да. Ну и вот, собственно, начало вырубки. Слушайте, ну вот, судя по вот этому хотя бы полю, да? Вырубленному, очищенному. Вы как верите в то, что было вырублено 43 дерева? 43. Я вам показал порубочный билет. 43 мотива. Этот получается вот здесь вот они порубили. Сколько тут? 10 деревьев, да? Потом вот здесь вот порубили 10 деревьев. И там ещё 20 деревьев срубили. 23 дерева. Ну и получилось у них 43. Вот эта часть уже хорошенько так расчистена, выкорчена. Все тут уже так это хорошо, чистенько. Я даже понять не имею. Если они собираются строить птицефабрику, вот здесь мало места, что ли, было под неё? На кой хрен надо было лезть туда ещё вглубь леса? Вот зачем это было делать? Я не понимаю. Ну и вот обратите внимание, я вбил номер кадастра, который был указан в порубочном билете. Да? Вот сейчас я сижу прямо на краю этой вырубки. То есть вот я сижу, здесь первая вырубка заканчивается. Вот этот край. По идее здесь, да, вот должно было быть вырублено 43 дерева. То есть, вы сами прекрасно видели, откуда я пришёл, что там ещё две вырубки. Получается, они незаконные. То есть, если здесь на 52-м участке было вырублено 43 дерева, то там они не имели права вообще лазать и что-то рубить. Что на это ответит добродел? Я не знаю. А штрафуют их за это? Я не знаю. Кто за это вообще будет отвечать? Я не знаю. Просто полный тринтец. Так, ну чтобы никто не подумал, что я в каком-то другом месте нахожусь. Вот я оттуда пришёл и вот здесь эти деревья свалены. Сейчас я их все посчитаю и посмотрим. 43 ли здесь дерево или не 43? Угу. Ну, короче, смотрите. Здесь лежит порядка, могу ошибаться, конечно, я вот считал, наверное, не все увидел, но 200 с лишним деревьев. Понятное дело, что каждое за целое дерево считать нельзя. Это разрубленное на две, а то и три части. Но 43 дерева здесь никак не умещается. Вообще никак. Это не может быть 43 дерева. С учётом того, что это привезённые новые деревья. До этого здесь лежали другие. И они уже были разрублены и проданы. К сожалению, у меня видеофиксации этого нет. У меня есть только фотография. Вот так вот. Отправлю это в добродел. Вернулся я с похода, и у меня в голове мысли. С одной стороны, оба эти участка, 52-й и 51-й, принадлежат Элинару. Поэтому, в принципе, они вольны там делать всё, что угодно, но в рамках закона. С другой стороны, на 52-м участке по порубочному билету у них 43 дерева. Вы видели, что там явно больше, чем 43. Порубочного билета для 51-го участка не предоставлено. Во всяком случае, в добродел я отправил запрос, есть ли у них основание для валки леса на том участке. Хорошо, допустим, на 52-м участке они будут строить свою птицефабрику. Зачем было рубить лес на 51-м? Возможно, будут установлены какие-то коммуникации. С другой стороны, рядом находятся заброшенные очистные сооружения, о чём они прекрасно знают. И это всё уходит под землю. Там немного болотистая местность. Да какой немного? Сильно болотистая местность. Как это будет коррелироваться с птицами, которые будут жить там? И я думаю, люди, которые хоть раз проезжали мимо птицефабрики, в курсе, какая вонь разносится на многие километры. И никакой лес не спасёт. Жители в известность не поставлены. Ну, как обычно, что хотим, то и делаем. Поле наше. Строимся что угодно. Слава Богу, что не завод. Хотя мусоросжигательный неподалёку строится. Буду следить за развитием событий. Обращусь в лесничество по поводу повреждённых деревьев в процессе валки. И в добродел, как я уже сказал, отправил запрос по поводу того, есть ли у них разрешение на рубку на 51-м участке. Вам спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok